градусника что-то поплохело минус 30 показывает на самом деле минус 25 на улице был уходил когда из дома всем привет друзья пришел землянку вот раз на несколько дней позанимаемся здесь на улице минус 25 градусов скулы опять замерзли завтра вообще сегодня ночью под 40 лет обещали так что не знаю перезим переночуем как-нибудь поди там борода замерзла все сейчас печку затапливаю дровишек заготовить также взял с собой работы там по вырезаю панно сегодня в землянке показать минус 14 тот раз минус 4 показывал она была плюсовая температура все за градусники фуфло как вот сэкономил блин ерунду купил электричество будет а то эти лампочки еле светят китайские какие-то фигня вот такими спера пользовался это горит то не горит все провода перебились уже вторая лампа кольцевая была здесь она еще ничего работает но светит тушку запитана все здесь автомобильный от прикуривателя в избежке такая здесь на гвоздики аккумулятор сейчас сделала на аккумулятор и плафончик лампочка 12 вольтовая в избе вот мне нравится здесь правда включать или нет ладно так ветер на улице да еще и 25 градусов это у нас конечно погодка дала еще несколько дней назад было чуть ли не плюсовая температура да будет свет ну вот это что эти лампочки услышны все отлично видно аккумулятор конечно тяжеловат таскать powerbank это легче но зато его хватит на неделю если не больше не проверял даже как-то зарядил его все так и не заряжал больше и сейчас разбила кочегарю пятушку тут у нас к трубу это не замело когда в деревне жил нравилось мне все время когда печь готовится подойти к ней спинку погреть как мы в деревне горим жопу погреть детство все на русской печи спал вот это кайф когда я протопят зимой на улице мороз спишь там спину спина греется все все косточки прогреваются русская печь печь это вещь конечно сейчас уже такого мало осталось все русские печки посносили в основном всех уже отопление головки она много места занимает раньше то пекли на ней ну в печке мест духовке было плита там готовили на ней каждый день топили место плиты и духовки было плюсом еще и спали на ней тоже часто идеально уже лучше новую ножовку это по-быстрее будет пилить моя старая что-то вроде точил точил терна не наточилась нифига заготовлю сегодня побольше дров там разгребу мусор по кровати и там полную наверное постараюсь и забить чтобы потом уже долго не ходить пилить удивлюсь они наверно весь день ну или полу дня хотя бы с бензопилой конечно попроще тут за час бы наготовил на всю зиму тащите я сюда пешочком не натаскаешься кто-то там писал принеси фанеру на дверь этот с рюкзаком то еле дохожу по сугробам вы даже если на лыжах тут горы постоянно вот так везде что-то притащить сюда проблема честно говоря конечно так люди сидят перед телевизором смотрят кажется все так просто вот так бы сделала так по другому привез бы материал там во первых вот не на чем привести не у всех есть возможность купить снегоходы там хотя бы мото собаку смотрим может в будущем когда нибудь конечно кто-то там строит есть земляношники избушечники которые где-то рядом с дорогой делают что подъехал принес кто-то за огородом у себя там строят лесочки но не не всегда так до моей землянки чтобы добраться без транспортного средства особенно там с фанерой какой-нибудь это очень тяжеловато и печку то сюда заносил задолбался честно говоря хоть и на волокушах и вез тут горы вот так вот постоянно везде завалы землянка не не возле дороги так что сейчас поставлю картошку варится пока дрова пилю уже сварится да ночка экстремально меня ждет на улице давит уже 30 с лишним по-любому есть градусник то не показывает но сейчас потеплеет скоро на следующей неделе вроде а через неделю обещали потепление данная думаю займемся уже по полу сделаю стены начнем может обковачивать сейчас конечно прохладно заниматься этим тем более доски я хочу пробовать пол колото и делать что чтобы на пилу тащить сюда не очень-то охота хорошо хорошо копились вроде более-менее мы тяжеловато тоже идет не знаю уж какой пиву покупать хватит на сегодня работать отдохнуть конечно смотрела как пилит кота на бой ножовки там быстро бензопилы можно запилить на цена там капец конечно не помню 30 или 40 короче или 50000 дохрена дорогущий опять напилит на 1 2 бревна такая пилище есть маленький эта вещь конечно у нас он херню эту продают она даже если будет пилить то ненадолго покупала летом какую-то пилу а избушку когда строил ножовку покупал поначалу пилила пилил этом день-два потом все когда-нибудь разориться купить нормально ножовку да и правда скупой платье дважды а тут с этими ножовками не дважды вести дважды вармалей тут мы стоит охранник землянки смотреть картошка чуть не закипает кстати в этом году уже связь ловит землянки прошлом году не ловила только на улице сейчас две палочки ловит можно интернет смотреть youtube чик замечательно радио села не стал заряжать лучше посмотреть на ютубе давайте отвечу на некоторые может комментарии посмотрю сейчас пишите много комментариев такие просто пожелания всем спасибо за ваш на вашу поддержку за ваши добрые комментарии все комментарии читаю старая всем ответить про рыбалку комментарии рыбалка будет наверное через неделю там обещают вообще у нас 15 градусов жарищи можно сказать так что наверное вот тогда и про рыбалку сходим по рыбачим поснимаем для лучшего клёва на мормышку нужно мотыля или мормыша насадить тогда хорошо клюет согласен надо купить будет вот когда пойдем на рыбалку куплю мотыля опарыши попробую в прошлом году окушков ловил и просто на одну мормышку принципе то но все равно с приманкой то лучше бы скажите резьбой вы за еще занимаетесь или бросили было бы интересно увидеть ваш прогресс в ней резьбой вот сейчас снова буду заниматься целый год ничего не вырезал то летом металлокоп избушку строил ютубом занимался доработать и короче времени особо то не было даже дома практически ничего не делал время это конечно драгоценная вещь сейчас буду снова вспоминать сегодня вот взял с собой досочку такой эскизик простенький по новую рыжу снимать особо наверно не буду ну покажу конечный результат завтра вечером сегодня поснимаю по вырезаю сижу руки спонят а то и она особо то и так никому не интересна резьба а еще и целый год ничего не вырезал сейчас пока вспомню руку набью также вчера поступил заказ на нарды человек привет кстати смотришь на ролик нарды бум вырежу сделаем там в середине резу рисунок крестной это наверно встречи раз когда землянку придут поснимаю уже коробку сделала на днях ключницу еще тоже заказала этот человек и под зубочистки там но под зубочистки то она как бы в наличии есть так что возобновляю резьбу по дереву ссылки для заказов будут в описании в контакте заходите здравствуйте надо пол настелить и будет теплее полом займемся горю следующем следующий приход землянку там уже потеплее должно быть что-то на днях обещали ну пару дней тепло потом опять 30 там с лишним под видишь под 40 а потом со следующего понедельника там уже 15 градусов тепло тепла обещает буду делать доски топором попробую по крайней мере сделаю пол печка подымлила маленькая дышит сейчас которая тепла так что вот пол будем делать стены тоже надо делать потому что осыпаются тоже не дело может утеплителем сделаю там утеплитель остался немного утеплителем обошью и потом досками а может это просто досками одними какого региона сверловская область вырежу топорище кстати да можно топорище тоже вырезать вот комментарий про которая горел фанеру влагостойку на дверь пустить дотащить бы еще до сюда ладно на сегодня хватит в комментариях а то так можно часовое видео двухчасовое записывать пишите ваши вопросы с кого-то что-то заинтересовало отвечу по возможности картошечка наша подошла уже остудилась сварилась будем ужинать всем приятного аппетита лучок побольше ешь чесночок зимний период очень полезно для иммунитета я раньше вообще лук лук в детстве как яблоки ел всем доброе утро это была самая отвратительная ночь в моей жизни я думал до утра не доживу капец давануло пополный трындец ночью давануло 40 с ракетным с лишним капец печка что-то началом мозги компенсировать ночью сейчас он тоже маленько подымливать то печка дымит вставал дверь открывал проветривал капец кажется честно говоря прохладного то было даже обувь одел потом одеяло здесь ничего нету это укрывался вон у файкой своей вставал грелся возле печки короче ночевка так себе было холодина до печка чё она начала дымить я не знаю то ли из-за того что даванул мороз то ли чё из этих щелей короче ерунда разборные эти печки лучше монолитную брать вот здесь отошла отошла стенка она вот эта печка у меня сборная как бы переносная и все его тещали начинают подымлять но он чаще еще подымливать капец то ли металл тонкий то что его гнет от нагревания печка разогрелась будь здоров значит сейчас нормально под утром стал печка вроде подымливать вот когда не дымит проветривать не не надо хорошо разогревается только начинает дымить немножко приоткрываешь для чтоб дым вышел и все и холодище капец быстро нагревает а уставать а так то ничего будет если бы она не догадывалась сейчас покажу что наверно вырезал вчера также сухпоек откроем вы должны обещал показать позавтракаем из него чем-нибудь малогабаритный рацион питания номер 7 для водой ел простой недавно сухпоек я вам скажу 10 лет или 15 назад когда простой сухпоек ел армейский намного было все вкуснее качестве не сделано сейчас какая-то ерунда пошла каша гречнева запаха мяса там малюсенький кусочек попался фрикадельки там какие-то ел вообще тоже как их значит короче ерунда полнейшая вот так вот все хуже и хуже каждым годом заботится на своему государству термос выпил за ночь вырезал ну такое взял панно так что не судите строго целый год не вырезал ну и взял неправильный маленький эскиз как бы тоже для резьбы нужно подбирать чтобы она как-то объемно смотрелась от еще под шкурю высох высохла сейчас зашкурить надо немножко и покажу тоже что получилось чем позавтракать можно у нас тут сперва хотел снимать так просто купил то попробовать потом думаю может кому-то интересно будет сниму 450 рублей супа я кушал вместе с доставкой на авито заказывал стараюсь как-то кратко то наверное видео и так длиннее получилось список ладно самого верха возьмем напиток молочный сухой быстро растворимы и типа какао на сахар сахар 4 пакетика сахара 33 дезинфицирующих салфетки концентра концентрат для напитка сухой бодрящий пил в простом сухпайке это типа морса чё-то две штуки таких три ложки спички непромокаемые два пакетика кофе повидло сухое горючее один чайный пакетик три пачки галетов одни галеты из муки пшеничной от отборных а из муки пшеничной обойной бойный и две из муки пшеничной высшего сорта таблетка поливитаминный минеральный комплекс тут соль перец паста шоколадная ореховая три таблетки обеззараживания воды армейский шоколад такое нету в простом сухпайке фруктовая палочка чернослив с орехами ну вот это вот это все в простом сухпайке то же самое только нету напитка ну какао получается пасты нету и вот этого вот батончика из основных блюд здесь икра из овощей ну наверно из кабачкова больше всего кабачковая икра наверное в простом сухпайке такое тоже нету паштет печеночный со сливочным маслом в простом сухпайке просто паштет есть ну такой более-менее кстати был и два больших блюда каша рисовая с говядиной и мясо птицы тушеное кстати тушенка получается из птицы это все получается больше ничего нету сейчас продегустируем попробую тушенку каша рисовая ну каши говядина обычная каша тушенка интересно мне вот попробовать в принципе то неплохо если тут нормальная на вкус все это хозяйство кстати нормально тушенка все практически вся из мяса еще морковь какая-то но остальное смысл пробовать вот если каша тоже такая же ну давайте посмотрим каша вкусная тоже мяса конечно тоже маловато ну так раздербанена тут размазана но все равно больше чем в гречке которую просто он по кейл на три раза маловато мне кажется будет но на два раза нормально ладно сейчас позавтракаю зашкурю картинку покажу вам так как то наверно на два приема пищи конечно вот для тех кто берет на целый день и утром завтракать маловато немножко будет вот например на обед покушал на ужин ну калеты я их даже не ему фиг наполняешь тут остальное все напитки ну вот шоколадка тоже пойдет куда куда-нибудь так у леса с собой взять можно ну но игру по вкусу по качественнее чем это в обычном супа и ки каретики птичкам оставим пусть кушает то давно не кормил уже каша буладок мыши съели все зашкурил торцы еще набут пройтись потом в гараж пойду зашкурю их еще тоже и тоже покрашу ладно покажу что получилось сразу предупреждаю я целый год не вырезал вот такая получилось такое панно получилось ну пойдет на первый раз вот такая объемная неправильно немного композицию выбрал тоже надо чтоб более окучено было все так оно интереснее смотрится а так когда в разброс немного не то но но в принципе нормально такое то может понравится вконтакте выложу доработаю вот здесь сучок только вылез ну ничего придает такой естественности внутри был снаружи его не было в бок куда то видимо уходит так такой следующий раз эскизики буду брать более тщательно подбирать было дело тоже делал как-то столик журнальный небольшой круглый у него ножки необычные были типа щупалец осьминога я думал ну мне не понравилось думал фигня какая-то так от балды выставил на юлей или на авито не помню через некоторое время женщина пишет можно приехать забрать за двести пятьдесят километров от меня в этот же день пригнали забрали говорит я давно такое искала под интерьер подлинный интерьер подходит что-то такое видимо у нее там необычное в интерьере тоже на каждое на каждый товар найдется мне кажется покупатель свой все равно заказал досочки липовые на панно скоро приедут будем еще другие панно резать буду развивать эту тему панно раньше не не вырезал особо так же еще нужно будет поработать над покраской это обрабатывал маслом льняным потом сверху цвет венги с покраской мне кажется еще тоже нужно поработать я раньше покрывал постоянно лаками морилками с маслами особо не работал для панно лучше с маслами конечно поработать так что ладно буду сейчас собираться до дому так что вот так вот друзья всем спасибо за просмотр вот так вот мы погуляли в этот раз ночь ночи конечно была не не самая лучшая кстати сейчас вот разогрелась видно на улице потеплело хорошенько так даже жарко вот сейчас в кофте сижу можно даже раздеться мне кажется тепло будет так что все на этом ролик заканчивается всем спасибо за просмотр пишите ваши комментарии очень будет интересно почитать всем пока до новых встреч удачи и здоровья собираться буду спина после бревен что-то побаливает твердого тенька немного